Музыка Потому что в Слове Божьем есть жизнь, есть сила. И в Псалме говорится в третьем стихе так. Голосом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Еще раз повторю. Давид здесь говорит, когда он бежал от Ависсалома, казалось бы, ситуация была ужасна. Сын Ависсалом восстал на него и захотел царствовать вместо Давида, и собрал войско, собрал армию, и Давид убегал. Он убегал, чтобы не было войны, чтобы не было кровопролития. Он убегал босой, очень быстро из Иерусалима. Он взял с собой только самое необходимое, и он убежал. Чтобы пусть лучше царствует сын, но чтобы не будет войны. Но когда он убегал, и он говорил, Господи, как умножились враги мои, и многие восстают на меня. И многие говорят, душе моей нет спасения ему в Боге, то есть он уже не спасется. То есть он погибнет, он будет убит. Но ты, Господи, щит мой предо мною. Смотрите, Дух Святой говорит, ты щит мой предо мною. То есть щит перед нами. Вера. И ты слава моя, и ты возносишь голову мою. Смотрите, возносишь. Смотрите, какая песня, какие слова. Это было все, конечно же, в стихотворной форме. Псалтырь писался на еврейском языке, древнееврейском. И он писался в стихах. Это было богодухновенное слово. Оно было вдохновлено, инспирировано Господом. И оно было в стихах. Но в русском переводе мы имеем, как есть. Здесь говорится так. Голосом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Голосом моим взываю, и Он слышит. Смотрите, какое исповедание веры. Это исповедание. Каждый из нас. Бог хочет, чтобы мы имели такую же веру. И говорили, я молюсь, и Бог меня слышит. И эти слова не только как опровержение, может быть, тех слов, которые могут звучать против тебя. Или кто-то, может, скажет тебе, что ты, может быть, в проблеме, ты плохой или что-нибудь не так. И ты можешь сказать ему, Бог слышит мою молитву. Вы знаете, слышит молитву, это не значит, что ты сразу получил ответ. Ведь Давид говорил эти слова, когда еще не получил ответа. Когда еще убегал, но он знал, что Бог слышит его. Поэтому, если ты, если кто-нибудь из нас еще не получил ответа, это не значит, что Бог не слышит. Это не значит, что Бог не слышит, и Он не принял твою молитву. Но вера, вера, это уверенность в невидимом. Она говорит нам в сердце так, Бог слышит мою молитву, Он принял мою молитву. Вера имеет способность терпеть и ждать. Особенно, когда вера идет вместе с надеждой. Потому что надежда – это ожидание. Вера – это уверенность в невидимом или получение ожидаемого. И вера имеет способность ждать. Чем менее возрастом дети, тем менее бывает терпение. По мере того, как ребенок растет, у него возрастает терпение. Точно так же в духовном возрасте нашей жизни. Чем менее мы духовно возросли, или мы не растем духовно, нам хочется сразу все. И мы действительно хотим, мы действительно нуждаемся, но нам хочется сразу. Но вера возмужает, вера крепчает. Мы возрастаем в вере. Иногда кажется, ситуация уже, ну кажется, уже куда дальше. Уже сколько можно ждать. Но Бог никогда не подведет. Понимаете, Он любил Авраама, но Авраама, Он учил верить и ждать много лет. Я часто говорю это в проповеди, 25 лет. Он учил ждать. И вера имеет способность ждать. Вы знаете, детки хотят вот только немножко, хотят пить, только немножко хотят есть, все. Они начинают плакать. Они требуют, они просят, особенно когда младенцы. Когда мы возрастаем, мы тоже хотим все сразу. Когда нам 16, мы мечтаем, может быть, о мотоцикле или автомобиле. Мы мечтаем сразу иметь многое. Но у Бога есть свое время. И Он понимает, что нам даже это иногда и очень опасно. Можно потерять жизнь в 16 лет, управляя автомобилем. И в 17 можно сделать много ошибок, имея много вещей в раннем возрасте, потому что они могут принести нам много проблем. То есть в другом случае меньше хлопот, меньше переживаний. Если наши дети не водят автомобиль, я более спокоен. Если они не управляют автомобиль, простите, если дети не управляют мотоциклом, я еще больше спокоен. Поэтому я не поощряю их к этому, потому что я знаю, что это приносит опасность. Недавно кто-то подарил, ну это приехали гости, и кто-то достал костюм для мотоциклиста. Я не знаю, какой размер, не буду рекламировать это. Но я подумал, ой, показывать своим детям или нет. А вдруг я покажу костюм, и кто-то захочет сразу себе мотоцикл. Но я так с большим сомнением, я принес его домой, потому что мне дали, гости достали прямо с мешка. И говорит, смотри, я бы обрадовался, если бы это было, ну, джинсовый костюм или что-нибудь другое, больше бы. Потому что есть опасность. Но по воле Божией человек может это иметь, но только он должен точно знать от Бога. И особенно, когда печальная статистика, я на днях слышал, как одна женщина, она употребила спиртное где-то там в России. И она совершила большую аварию, и она лишила ноги одного молодого человека. Он потерял ногу. Она ударила в автомобиль его. Этой девушке 22 года. Она, человека, на всю жизнь оставила. И не важно, что он был богат, он был зятем одного из богатейших людей в России, директора транснефти. Но что дадут деньги? Как вернуть ногу? Еще хорошо, что остался жив. И так есть опасность. Почему он потерял ногу? Потому что он открытый, он без автомобиля. Я говорю о том, но часто молодые люди, мы ведь хотим иметь, мы рискуем. Но Господь говорит нам, что есть время. Я не хочу говорить, я просто привел пример. Привел пример. И может быть, кого-то это остановит от ненужных желаний, очень поспешно иметь какой-то быстрый транспорт или что-то. Или что-то такое. Но я говорю сейчас об ответах на серьезные молитвы. То есть, когда мы юные, мы хотим, иногда не все хотим правильно. А если хотим и правильно, то хотим как можно быстрее. Согласитесь со мной, правда ведь? Я сам такой, правда ведь? Но Бог не говорит об этом, что я хочу тебе дать все быстро, мгновенно и сразу. Нигде в Библии. Он знает, когда дать. Он знает, что послать. Но Он говорит нам, что Он слышит нашу молитву. И вот Давид, находясь в том положении, он мог бы говорить иначе. Он мог бы сказать, Бог не слышит меня. Бог допустил такое страдание. Он оставил меня. Пусть Он будет с моим Сыном. Пусть о веселом царствует. Но Давид, к удивлению, он воспевает песнь надежды и веры. И он говорит, Господь слышит меня со святой горы своей. Кто бы хотел сегодня это сказать? Просто можешь хоть сказать, Господь слышит меня со святой горы своей. И даже хотя ты находишься в больших трудностях, может быть неприятностях и гонениях, Бог слышит тебя. И вот это исповедание должно быть в нашем сердце. Я подумал сегодня, а что если мы не будем верить, что Бог слышит мою молитву? Ну что, это самое обыкновенное неверие, то, что препятствует Богу нам послать то, что Он хочет нам дать. То, о чем мы просим. У нас должна быть уверенность. Когда мы молимся, что Бог слышит. Когда мы молимся за болезнь, у нас должна быть вера. Когда мы молимся за неверующего, неспасенного родственника, должна быть вера. Да, Он сразу, может быть, не покаяться. Потому что Его сердце невозможно сломить насильно, но Бог будет работать по нашей молитве. Он будет услышать, простите, Он будет слышать и споспешистовать ходатайство перед Отцом, слыша твои ходатайственные молитвы. Какое исповедание веры? Голосом моим взываю к Господу. Псалом 3, стих 5. И Он слышит меня со святой горы. Вот то, что Бог хочет слышать от нас. Это не то, чтобы плотская похвала, это не то, чтобы гордыня, но вот такая уверенность. Бог слышит меня. Второй стих, который хочется сказать, Псалом 4, стих 4. Псалом 4, стих 4. Здесь говорится, знайте, Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Псалом 4, стих 4, еще раз скажу. Смотрите, знайте, то есть это смелое заявление, утверждение. Знайте, что Господь отделил для себя. Кого? Тебя отделил для себя. Вы отделены. Что такое отделены? Это значит, вы выделены из количества, массы людей, которые не, может быть, верят Господу, может быть, которые не прибегают к Богу, но вы обращаетесь к Нему, и Он выбрал вас. Церковь, это значит, отделенная от мира. Освященная, предназначенная для Господа. Экклесия. Избранная. И вот Бог, Он говорит здесь, через Давида, Господь отделил для себя. Знаете, Он отделил тебя для себя. Он отделил Машеньку для себя. Он отделил. Каждую сестру, каждого брата, Он отделил. И Он что? Он слышит, когда я призываю его. Это тоже утверждение веры. Попробуем это сказать вместе. Бог слышит меня, когда я призываю его. Очень опасно говорить противоположно. Я хочу обратиться ко всем нам. Очень опасно говорить так. Бог не услышал меня. Или Бог не слышит меня. Это опасные слова. Это сомнения слова. Это слова неверия. Это слова отрицания того, что говорит Господь. Потому что Бог, Он написанно, очи Его обозревают всю землю. Вы знаете, что Он слышит? Нас Слово говорит. Я предлагаю 144-й Псалом. Как доказательство. 144-й Псалом. 18-й стих. Близок Господь ко всем призывающим Его. Ко всем призывающим Его в истине. Итак, написано, что Бог близок ко всем, кто Его призывает. Когда мы начинаем молиться? Когда мы молимся здесь, в храме, или молимся дома? Написано, Бог близок ко всем призывающим Его. И призывающим Его в истине. Как Христос сказал, поклонники должны поклоняться в духе и в истине. В истине – это значит во Христе. В праведности, в Слове Божьем. Призывающим Его в истине. Потому что, если кто-то будет призывать Господа на плохие дела, это не будет правильно. Если человек будет молиться, потому что были и такие, которые говорили, Господи, помоги мне совершить кражу, чтобы никто меня не схватил. Даже некоторые так молились. Это не будет молитва в истине. Понимаете, правда же? Но молитва в истине – это когда ты молишься по Слову Божьему. И здесь написано, Господь близок ко всем призывающим. Иногда мы хотим, Господь, будь близок со мной, то есть будь рядом. Но Бог именно с теми, кто призывает Его. Поэтому начинаем с молитвы. Я буду искать Его, буду призывать Его. И вдруг мы чувствуем, Господь близко. И здесь желание боящихся Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Итак, желание боящихся Он что делает? Исполняет. Вопль их слышит и спасает. Здесь говорится, что Бог слышит. Поэтому, когда Давид говорит, Бог слышит меня со святой горы своей. Бог слышит меня, когда я призываю Его. Вот это вера. Я хочу подчеркнуть еще раз, вера, уверенность, что Он слышит меня. Потому что, если мы усомнились, что Он нас услышал, мы не можем получить. Написано, что, да не думает такой получить человек от Господа, кто сомневающийся. Но допросит с верой немало, не сомневаясь. Что Бог услышал. Что Бог принял молитву. Вот эта вера очень важна. Видите, важно не просто молиться, а молиться с верой, что Бог слышит. Бог услышал. Он знает. Слава Господу. В Библии говорится также такое слово, что Иисус говорил так. Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Это Иоанна, 11 глава, 41 стих. Это была молитва перед гробом умершего Лазаря. Это была молитва перед самой такой, казалось бы, безнадежной ситуацией. Но здесь был Иисус, здесь был Господь, и Он помолился. Иоанна, 11, 41. Когда отняли камень от пещеры, где лежал умерший, Иисус возвел отче к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. И я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа, чтобы поверили, что Ты послал меня. Смотрите, какое взаимодействие между Господом и Отцом. Он услышал меня. Я сегодня думал о том, что многие люди хотели бы быть услышаны. Многие люди хотят быть услышаны в этом мире. Они хотят быть услышаны, может быть, президентом или правительством. Они хотят быть услышаны. Дети хотят быть услышаны своими родителями. Некоторые хотят быть услышаны в своей боли, чтобы поняли, что у них внутри. Их ошибки, их проблемы, их просчеты, их неудачи, их гнев, их огорчение, обиды. Часто это лишь та оболочка, за которой скрывается та боль. Человек хочет быть понятым, хочет быть услышанным. Почему многие находятся в переписке, в социальных сетях, в контакте, в фейсбук и так далее? Многие хотят быть услышаны. Они не только хотят услышаны, они хотят быть услышаны. Они хотят как-то представить свою жизнь, свою судьбу. Я говорю о чем-то хорошем, можно представить истину, можно представить какие-то хорошие вещи. Я верю, что человек хочет быть услышанным. Почему мы звоним по телефону? Мы хотим быть услышанными. Почему мы пишем письма или смс? Мы хотим быть услышанными. И вот Господь говорит о важности быть услышанным Богом. Он говорит, Отец, я благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Это еще было до того, как Лазарь воскрес из мертвых. Это была вера в его сердце. Я благодарю Тебя, что Ты услышал меня. И Ты всегда слышишь меня. Я бы хотел, чтобы между нами и Богом, между мной и им, между каждым из нас и Господом нашим были вот такие отношения. Бог слышит меня. Друзья, еще. О чем я думал сегодня? Не обязательно Бога видеть. Важно знать, что Он слышит. Важно знать, что Он слышит. Это и есть вера. И не обязательно видеть сейчас то, что мы просим или в чем мы нуждаемся. Важно верить и знать, что Бог слышит. И Бог все совершит. Иногда Бог помогает нам. Он дает нам такой сигнал покоя в сердце. Сигнал мира, покоя. Что все будет хорошо. И вот этот сигнал веры нельзя заглушить. Это покой веры. Его нельзя заглушить. Потому что если мы заглушим его, то мы начнем опять беспокоиться. Мы будем волноваться. Мы будем под стрессом. Если это финансовая ситуация. Или какая-то работа, ответственность, дело какое-то. Вот этот покой, когда вы принимаете решение, вы чувствуете необычный внутренний покой. Его нужно сохранить. Это и есть сигнал, что Бог услышал тебя. Внутри стало хорошо, спокойно. Но потом придут другие обстоятельства. Начнутся проблемы с документами. Проблемы, может быть, с отсутствием средств или топлива. Вот в этот момент второй, третий сигнал, четвертый, отрицательный сигнал. Пусть он не заглушит то, что Бог тебе сказал вначале. Потому что то, что Бог вначале, Он дал тебе слово. Это слово держи, с этим словом иди. Бог услышал тебя. И Он всегда слышит тебя. Он знает, Он слышит тебя, Он видит тебя. Я подумал сегодня, что если бы мы понимали, если бы я понимал ту глубину молитвы, как Бог отвечает, то я бы больше молился. Но так как мы не думаем о том, что Бог слышит, вот все, что мы скажем, попросим, то мы иногда и просто молчим. Я так подумал о себе. Поэтому, когда мы познаем силу Божью, силу через ответы на молитву, мы начинаем больше молиться. Потому что мы увидели Бога в молитве, и мы почувствовали Его. Бог удивительный, слава Ему. И хочу еще раз подчеркнуть совершенные слова Христа. «Отче, я благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и Я знал, что Ты всегда слышишь меня». Хотел бы это себе и вам. Теперь то же самое дерзновение, которое имел Давид, последний стих или предпоследний, хотел бы пожелать вам и себе, это 1 Иоанна, 5 глава. Первое послание Иоанна Богослова, 5 глава, стихе 14. Здесь написано. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему». То есть, вот какую смелость мы имеем к Нему. Чью смелость? Смелость, какая была у Давида. Что, когда просим, что по воле Его, Он слушает нас. Смотрите, это смелость. Ведь можно молиться без смелости, можно молиться без веры. И можно даже иногда думать, что когда мы молимся, сомневаясь, рабея и боясь, что, может быть, даже это будет казаться благочестивой молитвой. Но далеко не всегда так, друзья. Вы понимаете? Что если я буду сомневаться в молитве, плакать, даже в отчаянии плакать, и не верить, и я буду без веры, можно сказать, сильной веры в то, что я получу ответ, то эта молитва не будет благочестивой. Другой же человек, кто помолится с верой, помолится просто как дитя, помолится смело, может быть, даже с улыбкой и с радостью, и скажет такие слова, то Бог это дерзновение благословит. Хотя нам покажется его молитва, наверное, это гордая какая-то молитва, или надменная, но может оказаться наоборот, что именно эта смелая, дерзновенная молитва, она и окажется эффективной. Поэтому здесь нужно довериться Святому Духову молитве. Как молиться? Имея веру, молись, а уже Бог по вере даст тебе, как молиться. И если мы не смиренными будем перед Богом, то Бог, наверное, нам подскажет, что смирение. Но смелость – это великое качество. Смелость в молитве. Смелость. Вот какую смелость мы имеем к Нему. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим по воле Его, Он слушает нас. Вот какая смелость. Он слушает нас. Нам нужно иметь эту веру, когда собираемся. Например, вы собрались на спевку, хора или репетицию. Нам нужно верить, что Он слушает нас. Вы встали здесь перед Господом, независимо, сколько вам лет, 17 лет, или 20 с лишним лет, или 30 лет. Он слушает вас. Он слушает вас. Он весь во внимании. И это есть дерзновение. И ты говоришь, или вы говорите, Бог услышит нас сейчас. Мы помолимся, и Он нас услышит. Но хвала Богу, когда Бог приходит тут же, и тут же что-то совершает, это очень ободряет нас. Но нам нужно и ожидать иногда. Библия так учит. И позвольте скажу один пример. Помните Анну? Женщину, которая молилась, она ждала ребенка. Ребенка не было. Она плакала. Она сильно плакала. Она ничего не ела, приходя на праздник, вместо того, чтобы благодарить Бога и радоваться. Она ничего не ела, потому что была огорчена. И еще кто-то огорчал ее и упрекал ее за то, что у нее нет детей. И поэтому ей было очень тяжело. Но мы видим, что когда священник ободрил ее, он узнал, что у нее есть такая проблема. Сначала он не понял, почему она так в отчаянии плачет, что она выглядит как бы не в себе. И он подумал даже, может быть, она не в трезвом виде. Он сказал, женщина, иди вытрезвись от вина своего. Она говорит, нет, нет, я не пила вина. Не считай меня негодной женщиной. Видите, тот, кто пьет, все-таки это негодное состояние. То есть не годится к Царству Божию. Правда же? Не годится ни в коем случае. Поэтому она говорит, не считайте меня негодной женщиной. Я жена, скорбящая духом. И тогда он ей сказал, иди, да благословит тебя Бог. Она не знала еще, что у нее будет ребенок. То есть Бог не сказал ей, что у тебя будет столько детей. Но Он сказал ей слово благословляющее, и она получила покой, как сигнал, что она услышана. И с тех пор она не была уже печальной. Хотя, через какое-то время только, она получила беременность и родила сына, но она получила это успокоение, этот сигнал. А до этого она была в полном отчаянии. И так Господь, Он хочет ободрить нас в отчаянии. Он слышит меня со святой горы. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый, кто покинет это место, или кто послушает проповедь в эфире, мог бы иметь такую уверенность, твердость и сказать, как сказал Давид, «Я знаю, что Бог слышит меня со святой горы своей. Я спокойно ложусь, и сплю, и стою, потому что ты один даешь мне жить в безопасности». Псалом 3. Хвала Богу. Это вера. Он слышит тебя. Это позволяет тебе использовать молитву. Это позволяет тебе ходить с Богом. Если мы не верим в силу молитвы, мы как бы отпадаем от этого благословения молитвы. Мы как бы лишаемся этого, потому что мы вне находимся. Но слава Богу, мы имеем победу. И так я хочу сегодня помолиться, и чтобы мы помолились с верой, и сказали, «Господи, я принимаю сегодня в сердце, что ты слышишь все мои молитвы». И независимо, когда я буду иметь ответ, сразу или потом, Самуил будет рожден, благословение придет. Понимаете, Анна ждала. Благословение придет. Я верю. Вот эта вера, она драгоценна для Бога. Аминь. Все, что я хотел сегодня поделиться. Пусть в твоем и моем сердце будет вот такое державение. Бог слышит мою молитву. Я помолюсь. Он слышит меня. Спаситель, Искупитель, Из болота излев меня. Бог требует во веки. Изменен я навсегда, ведь ты пришел. Из вечности далекой Мир, где мы живем, Любимый Божий Сын. Ты прошел жизнь и смерть, И на третий день воскресенье. Ты вернул в миру путь, Как нам жизнь опять свернуть. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. За все мой Бог. Спаситель, искупитель, из болота извлек меня Бог крепкий, поверький, изменен я навсегда Ведь ты пришел из вечности далекой В мир, где мы живем, любимый Божий сын Ты прошел жизнь и смерть и на третий день воскрес Ты открыл миру путь, когда жизнь опять вернусь Аллилуйя за все мой Бог Ты прошел жизнь и смерть и на третий день воскрес Ты открыл миру путь, когда жизнь опять вернусь Аллилуйя за все мой Бог 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 Ты прошел жизнь и смерть и на третий день воскрес Ты открыл миру путь, когда жизнь опять вернусь Аллилуйя за все мой Бог Ты прошел жизнь и смерть и на третий день воскрес Ты открыл миру путь, когда жизнь опять вернусь Ты открыл миру путь, когда жизнь опять вернусь Аллюлуйя! Субтитры подогнал «Симон»